За день через этот пункт проходят сотни человек. Чтобы не задерживать очередь, каждый старается побыстрее найти свой QR-код, но оказалось, что днём он и не нужен. Быстрее, удобнее. Ну, мы первый раз прошли, и это было приятно. Решение об изменениях озвучил губернатор Тюменской области. ТРЦ освобождены от проверки QR-кодов у посетителей, но только в будни и до 6 часов вечера. В остальное время всё строго по правилам, которые распространяются ещё на праздники и выходные. А это центральный рынок. Здесь тоже вели QR-коды. Работа будет строиться как в торговых центрах. Были организованы посты, контрольные пропускные закупки, необходимое оборудование, обучены людям, излечены наши предприниматели, наши покупатели. Однако не все так спокойно относятся к нововведениям. Продавцы разводят руками. Что теперь делать с товаром? В выходные дни тоже люди. Они ведь идут, например, работы нет, они идут закупаться и мясо покупают. И поэтому мы очень переживаем за то, чтобы мы останемся без работы. С одной стороны послабление, с другой ограничение. Остались ограничениями, жалуются покупатели. Теперь, чтобы купить продукты, некоторым придётся отпрашиваться с работы. Многие люди не имеют QR-кодов. Им тоже надо что-то кушать. Поэтому, мне кажется, это неправильно. Без торговых центров можно обойтись, а без еды нет. Изменения коснулись не только торговых центров, но и заведения общепита, которые находятся внутри них. В ноябре такие кафе и рестораны потеряли до 80% выручки. Однако временные послабления, по словам предпринимателей, не спасут бизнес. Знаете, можно сравнить, ну, пока можно сравнить только так, когда вот человека на улицу выставили, да, то есть раздетого, да, на мороз 40 градусов, он весь обмёрз уже, то есть, как бы, да, вот, и ему дали курточку, да, а ноги ещё пока холодные, руки холодные, голова без шапки. Вот с этим нужно, наверное, сравнить, потому что основной поток оборота происходит в выходные дни. В этом заведении аншлаг, хотя с 3 декабря здесь готовились к введению QR-кодов, но согласно постановлению правительства рестораны и кафе, от них освобождены временно, до 24 декабря. Нельзя сказать слово «опасаемся», потому что, ну, то есть, мы понимаем, что так будет точно. Я очень надеюсь, что с каждым днём количество людей, у которых есть QR-код, будет увеличиваться. Дату введения QR-кодов перенесли и для солярия в парикмахерских, туристических баз и салонов красоты. Тем временем все ждут коллективного иммунитета и возвращения жизни в прежнее русло. Юлия Никифорова, Евгений Доценко, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей.